Депутаты смогли принять сразу несколько решений, которые откладывали еще с июня. Сначала судебную реформу, потом пенсионную, а вот потом заговорили о Донбассе. И тут понеслось. Десятки оскорблений, сотни обвинений, дымовая шашка, драки и в зале пленарных заседаний, и на улице перед парламентом. В итоге случилось даже по-настоящему немыслимое для нынешней Верховной Рады. Депутаты смогли принять аж два закона в пятницу. Еще раз повторю, в пятницу, в день, когда большинство из них традиционно прогуливает работу. Почему же эта пятница стала не только страстной, но и результативной? И как сами народные избранники оценивают вот такую бурную работоспособность? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. То, над чем коалиция могла пиариться, месяцами растворилась за дымовой завесой. Они спокойно начинали сессионную неделю, перед этим пройдя испытания тысячами правок в судебной реформе. Багато депутатов как раз и решили, что более эффективно проводить свой час за межами зала. Когда ты приходишь в зал и ты просто понимаешь, что ты на что не впливаешь, будет ли это поправка, не будет ли это поправка. Аж до последнего момента просто поправки, ну, жодна поправка не была врахована. Розгляд и сам закон про так званую судовую реформу, где вносятся изменения до 20 законодавчих актов и четырех кодексов, это пример того, как повертаются в жизнь ганебные нормы, ганебного вплива прокуратуры на судовый процесс и полная непрозорость в судовый процесс страны. Мы приняли наидовший законопроект в истории украинского парламента. Дальше, больше, вторник стал ударным днем. Следом за судебной реформой депутаты принялись за пенсионную. Мы готовы работать без перебра и в ночи, пока пенсионная реформа не будет принята. Уже к вечеру привычная картинка полупустого зала сменилась на иную. Стройные депутатские ряды заметно, что под куполом спорили и убеждали. Это ответственное решение даст возможность уже в северном месяце не меньше 9 миллионов украинских пенсионеров повысить пенсии так, как мы и обещали. Я хотел бы сказать, что именно с этого месяца будет установлена правильная пенсионная система, будет ликвидирована уривняловка, будет ликвидировано оподаткувание пенсии. Заметно нервничал и спикер, опасаясь нехватки голосов. Через три минуты голосование. Прошу всех зайти в зал. Но уже через три минуты в зале появились другие эмоции, когда на табло засветился результат. Нардепам есть чем гордиться. Минимальную пенсию они подняли на целых 140 гривен. Правда, на заслуженный отдых придется выходить позже. Если, например, 1 сентября 2018 года 60 лет, а стажа только 23, то ты будешь 2 года до 62 лет тимчасовую помощь отримать от государства. Это за счет государственного бюджета, но не за счет пенсионного фонда. У нас фактически на одного працюющего есть один пенсионер. Поэтому, как бы мы не пытались наполнить пенсионный фонд, его можно наполнить только за счет, або уменьшение количества пенсионеров, то есть, уменьшение пенсионного века, або уменьшение податков. Вот и все. Две фракции «Батьковщина» и «Опозиционный блок» пенсионной реформы намерены оспаривать. И параллельно готовятся идти в Конституционный суд. Это называется увеличением страхового стажа, но в действии это увеличение пенсионного века. Это избавление целого ряда категории наших граждан на пенсию вообще. Мы считаем, что это не реформа. З следующего года на 10 лет будет подняться страховый стаж, и каждый год он будет подниматься еще на год. Другой. Коэффициент нарахования пенсии уменьшен с 1,35 до 1. Третий, конечно, это те люди, которые имеют пыльговый выход на пенсию. Это достаточно большой спектр людей по списку 1, по списку 2. Это, начиная от освятения, заканчивая медиков, они будут избавлены этого права. Но и даже о пенсионной реформе не было у депутатов времени поспорить. Ведь в Раде, как неотложный, появился законопроект о реинтеграции Донбасса и документ, который продлевает особый статус отдельных территорий. Вот тут трибуну зашатало. Я возвращаюсь к коллег самопомощи. Я в Минску не боюсь боевиков. Вас я тем больше не боюсь. На место сели. Самопомощь, Басковщина и Свободовцы в них взяли трибуну в осаду. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Болеги, я прошу запомнить бой в Курзане. Запомните. Я оголошу и перерыву за правом головы и прошу в Голитбакте прийти до меня в кабинет. Сменив настроение и галстуки к законам вернулись сегодня утром. После ночи торгов трибуны оккупировали уже нардепы из БПП. Народный фронт одной рукой за, другой против. В итоге пункт о Минских соглашениях из документа исчез. На вымогу Народного фронта и законопроекта было выложено все посылания на Минские договоренности. Без наших голосов этот законопроект не пройдет. Хочу наголосить. Это тот закон, который предупреждает вызнание Россию агрессором, равным к закону. Краина-агрессор, которая вызначена нашим законодавством, никогда не может принимать участие в каких-то миротворческих заходах. Коллеги, успокойтесь, сядьте на место. В зале было уже неспокойно. У трибуны толкались, а в туалете дымило. А потом клубы дыма разошлись по всему парламенту. Шашку зажгли прямо в сессионном зале. По голове получился Менченко, а признался во всем Левченко. Я бы этот парламент спалил, чтобы он не делал то, что он делает. Те антиконституционные вещи, чтобы вы не порушили присягу, чтобы вы все не знущались над украинским народом. Поэтому так, я эту шашку запалил и запалю еще много раз. Но в итоге два законопроекта, принятые нардепы, продлили особый статус для Донбасса и поддержали закон о реинтеграции. Россия признана агрессором. АТО называется самообороной, ответственной за все объединенный штаб. Это дало нам возможность, соответственно, к 51 статье, статуту Организации Объединенных Наций, вказать всему свете, и России в том числе, что мы самообороняемся. Это означает, что нам можно доручать оружие, что до нас можно заводить эту мирную миссию. Что толку, что десятый раз назвали Россию агрессором? Что это повернение территории людей? Абсолютно пуста декларация, которая не дает механизму повернение людей. И мы считаем, что и тому мы за это не голосовали. Это втиление политических амбиций, радикальных партий, там, все оготунки, которые тут про этот закон спорили. Но это не имеет никакого спорного с тем, чтобы восстановить территориальную целостность. Там нет механизма. Правда, закон о реинтеграции принят в первом чтении, и до второго его будут менять, подбирать формулировки и акценты. Но ради этого документа депутаты в пятницу пришли в сессионный зал, чего в Раде годами не наблюдалось. И ко второму чтению мобилизации будет не меньше. И судя по настроениям, шашек тоже.